лишь участник события его свидетель спасибо спасибо это о том что мы обучаем навыкам саморегуляции нашей школы чтобы человек когда стресс попадал или в какое-то событие чтобы он одновременно и сторонний наблюдатель был этого же но сейчас мы не об этом мы сейчас говорим о том что же не как раз таки германии сейчас готовит новую статью википедии про ключ и потому что на русском языке она уже сделала у нас википедии метод ключ если набрать ее там можно все статьи посмотреть там и все прочее сейчас германия на которой по очень интересной теме но есть многозадачность и там вот эти вот параллельные внимание там еще прочее она нашла где поставить эту статью и там надо написать еще кому можно это применять и кому нельзя метод ключ но я там как раз таки и говорил и в книгах и везде о том что метод ключ применять можно любому человеку ограничения противопоказания нельзя применять для психических нездоровых людей потому что они могут это применять под контролем врача пожалуйста под контролем врача который знает что это заметит чтобы он мог и сам обучать своего больного или это помогает еще и снижать дозировки препаратов а так это любом и вот я вам хочу рассказать случай почему я к этому пришел потому что у меня однажды была женщина которая на следующий день сказала что я научилась вашему методу это было еще в начале 90-х она сказала вы знаете мне так было хорошо после вашего метода я говорит пришла домой и я сделала говорит ваши приемы и у меня было такое состояние что я прямо летал 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 и распахнулось окно и ко мне влетела белая лошадь и мы с ней летали до утра ну я то потом забеспокоился окажется она была на учете диспансерии психоневрологическом и вот тогда я понял зарубил себе на носу что людям с образованием людям которые готовы галлюцинации ну короче говоря людям которые с психическими нарушениями метод ключ применять только по особым показаниями только под контролем врача который сам знаком с методом а для всех остальных как аутотренинг пожалуйста меня теперь у меня такой вопрос значит которые психотики да у которых как сказать ну вот как мы сказали бредообразование психозы да это понятно но что значит под контролем врача если человек научился этому да и мы же не можем ему вот в этот момент когда у него такая фаза как бы спокойная мы можем ему сказать да вот сейчас ты можешь про это думать а когда у него бредовая фаза что когда у тебя бредов чтобы ты об этом не думал мы же это же не работает он же все равно будет это делать и вот эти ментальные штуки они же все равно работают или нет вот и психолог а вот елена психиатр психотерапевт она врач скажи пожалуйста понимаешь женя что такое психоз это человек теряет как бы контакт с действительностью он живет в своем собственном мире поэтому все навыки которые мы ему дадим он не сможет применить потому что он просто как бы он нету него контакта с этим совсем и наша задача когда он у него острый психоз да или когда у него бред начинается мы тогда работаем только со здоровой частью его психики которая совсем-совсем маленькая нам нужно просто вернуть его назад нам нужно скупить с ним в контакт поэтому вот эти методы они он не может так думать или делать идиоматурные движения просто не сможет ну конечно потому что он в самом психозе ему не до этого да но если он например голоса слышит предположим да да вот ну то есть не может такого быть это то что меня уже много лет беспокоит то есть насколько я сейчас вас поняла если человек находится в психозе если он например слышит голоса и голоса ему там что-то говорят то это все равно никак не может быть связано с теми навыками которые он получил через метод ключ благодаря меня туда не может это абсолютно исключено все поняла теперь значит что касается невротических это же тоже в смысле подожди женика что значит и невротические нарушения пограничные так сказать это прямо показано потому что мы как раз таки разгрузка для того чтобы человек мог освободиться психосоматических и невротических нарушений чтобы он мог вы выплеснуть из себя во время разгрузки все аффекты которые у него накопились вот эти все нервные напряжения негативные чтобы мог разгрузиться и перезагрузиться на позитив и даже если у нас разгрузка перезагрузка такая естественная с помощью приемов ключевой разгрузки а есть еще управляемая когда он может перезагрузиться и аффирмации себе сделать и настроиться на будущее например у нас есть разгрузка с перезагрузкой на то чтобы перезагрузиться с такой доминантой новой что любой стресс вызывает у него наоборот прилив силу уверенность в себе и лучшее решение тех задач которые перед ним в жизни стоят все хорошо теперь смотри это тоже относится к невротическим по моему заболеванию да например навязчивости вот человек выходит из дома возвращается проверить закрылую дверь он отходит один шаг он опять возвращается проверить закрылую дверь еще раз так давай еще раз так у меня не психических нарушений но я настолько увлеченный человек что когда я пишу какую-то книгу для работы с кем-то я на самом деле пошел чайник выключил и потом вернулся и пишу я забыл я выключил чайник кабинет и опять пошел и опять вернулся и опять это совершенно другое это верно то что то есть началась другая поэтому каждом конкретном случае психиатр психоневролог должен разбираться в своем больном у него навязчивости какого рода пара же он рассеянный как ученые которые говорят россии не пошел на своих задачах за циклами или потому что у него навязчивость как патологическое то я сейчас имею ввиду как раз вот это вот нечет например хочет обращаться ко мне он там прочитал в интернете о как интересная методика все все можно излечить ко мне обращается и вот у него вот например такая проблема или есть такие люди которые вот среди немцев немало таких которые идут в туалет им нужно вот такой рулон бумаги туалет на им никак не сделать вот это сколько угодно таких здесь германии или они все время руки моют моют руки через пять минут они у него опять грязно он моет 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 это навязчивость болезненно вот как дело все в том что с точки можно и зрения как бы психотерапии поведения да он же почему мой друг у него возникает напряжение вот она возникает 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 он чтобы его снять он быстренько моют руки он руки по моему напряжение снял и как в этой самой дофтерхатной терапии навязчивости связаны с очень высоким напряжением да вот это то что песенка все время повторяется 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 и бьется как эта мысль как птица в силках и для того чтобы она у него не крутилась постоянно навязчиво он делает разгрузку напряжение снижает выходит на состояние нуля когда ему так хорошо комфортно мысли пробегают плывут как облака ничего внутри не трогает то есть эмоции не сопровождаются и поэтому он может мыслить свободно и вот начали с этой картину одновременно участник событий его свидетельцы все-таки надо чтобы консультироваться с врачом конечно да теперь значит еще такая группа тоже в россии может быть это не очень распространено а здесь очень распространено это например вот такие тощие девочки или не девочки женщины которые у них там своя такая очень своеобразная картина болезни да которые они не надо с ними связываться это психическое заболевание который специалисты только даже заниматься этим это очень серьезно и вот до того что их насильно кормят ну очень много там сложности я с аналексами работал чтобы поменять им почему они потому что у них свой образ себя такое что они вот когда едят им кажется что сколько бы мне говорили да ты же умрешь если ты кушать не будешь и такая худенькая у тебя уже сильнее а у нее другой образ себя у нее сбито вот это самопредставление на очень высоких корковых таких вот механизмах когда действительно это нужно лечиться лечиться и вплоть до того что за даме кормят и так далее это анорексия это психиатрическое заболевание ну ладно хотя бы с навязчивостью мне как-то стало попонятнее уже хорошо да ну я скажу что в принципе для врача например это всегда функциональная проба но пришел человек врач хочет понять это психически больной или нет одним из методов его диагностирования является ну попробуй и сделай стресс-тс попробуй сделай это попробуй сядь и вдруг человек который жаловался жаловался что у него навязчивость и что у него то еще сидит после действий и доктор его спрашивает ну что как ты сейчас себя чувствуешь он говорит как я давно себя так и чувствовал то есть это нет это как раз таки выбора то есть врач должен пользоваться этим инструментом и как для сканирования своего пациента хорошо теперь еще такой очень коварный вопрос я думаю что ты прекрасно понимаешь психиатр что за этим стоит очень многие люди становятся больными в частности психосоматики например у них есть такой так называемый вторичный выигрыш когда он болеет не просто так а потому что ему нужно внимание со стороны близких и когда он болеет тогда внимание это получает он не хочет поправляться понимаешь ему вот эту вот картину себя здорового представить очень трудно он не хочет этого просто у него мотивация другая и это мать я знаю такое я после терактов тоже такое вот восстанавливать все восстанавливаются разгрузки им легче освободились наконец но одна женщина не как я ее спрашиваю суши один ее посадил а ты почему вот видишь легче стало отпустила отпустила видишь они начали работать уже она дает а я не как потому что это не честно как это так у меня там погиб кто-то я буду себя нормально чувствовать это не честно то есть по разным причинам люди вытесняют у себя желание освободиться поэтому нужна и беседа конечно поэтому мы не говорим что метод ключ панацея от всех дел мне конечно специалист если речь идет о таких случаях серьезно специалист должен разобраться в первую очередь когда мы выводим человека из стресса из острова с помощью методики ключ в первую полу во вторую очередь мы должны с ним разобраться и учить его чтобы он сам потом этим пользовался или лучше его сейчас значит чтобы он с ним разобрался то есть я хочу сказать как любой метод он должен быть в контексте всех обстоятельств конечно вот в частности эти гости которые у нас вчера были это наши друзья там очень много лет уже вот она как раз типичный психосоматик и когда и начинаешь что-то говорить о том что можно это вообще-то изменить вот это восприятие себя его можно изменить и от этого зависит здоровье свое свое самочувствие она сразу закрываться она не хочет этого не хочет давайте мы еще раз решим мы не знаем по какой причине да вот давайте мы следующую встречу договориться об этом как существо все-таки дифференцировать больной не больной и как если человек не хочет как нему подступиться потому что если видеть что он здоровый психически здоровый человек но просто он не понимает находясь в этом состоянии то ли вторично выгода как ты говоришь то ли он стрессе он тебе просто не слышит и не хочет с этим связываться а можно он просто думает что вы такое в этом понимаете у меня такая трагедия а вы мне какой-то метод конечно это мне не помогает он даже не пытается потому что они нашли с ним языковой контакт потому что мы с языке надо говорить с человеком который никак не сопоставляет свою проблему с вашим предложением хорошо до встречи счастливо спокойно